здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал фальшивая тысяча лет значит на вот таком интересном сайте tartaria.info нашли мне мои подписчики вот такую интересную заметку фальшивое тысячелетие плутовство и вероломство приемы дураков у которых не хватает ума на то чтобы жить честно дети играют песочницы малы малыш сосредоточенно лечит изображая звук мотора толкает пластмассовый грузовичок по песчаным дюнам девчушка представляет себя мамой или бабушкой и прилежно печет из песка для куклы насти кулички вдруг приходит соседский бутуз с огромным игрушечным танком и начинает перепахивать пластмассовыми гусеницами построенные до него дороги и кукольные пироги ты чего спрашивает малыш машинками я все заявляя соплом вам пришелец ты же все нам сломал иди в другую песочницу сам иди в другую песочницу это моя почему это мы тут давно играем а я тут еще сто лет назад играл да мы тут тысячу лет назад были а я тысячу миллиардов лет назад тут играл вообще эту песочницу мой прапрапрадедушка построил знакомая картина не правда ли а ведь в ней отражен основной стереотип поведения и взрослых людей приведенным в приведенной сценке смысл и мотивация фальсификаторов истории люди так устроены что не видят даже то что находится у них прямо под носом большинству и необъяснимо необходимо буквально указкой ткнуть предмет лежащий на видном месте чтобы этот предмет был наконец принят во внимание бессмысленно писать на столбе не влезай убьет найдется хоть один кто обязательно да влезет но вот если человеку с детства говорят о том что в мире не бывает ничего лишнего и случайного он начинает иначе относится к окружающему миру и событиям в нем ему уже не нужно указывать на очевидные вещи он сам начинает задавать вопросы и искать на них ответы самостоятельно проникает в суть вещей и событий как правило отыскивает их движущие мотивы вышеуказанный пример с песочницей нужен был для того чтобы нагляднее показать как именно происходит искажение истории и какие мотивы движут фальсификаторами доказать свою древность народ может очень неплохо заработать причем буквально в денежном выражении возьмите к примеру старик старушку британию она наглядно показывает что чем сильнее человек кичится своим древним происхождением тем громче кричит о чистоте своей голубой аристократической крови тем вернее что все это миф породивший заблуждение современный лорд пэр мэр или сэр готов биться в кровь отстаивая свою принадлежность к древнейшему аристократическому роду он то уверен в своей правоте ему же папа говорил дедушка рассказывал может и прадедушка успел чего-то донести к тому же есть древние грамоты переписка всяческие церковные книги где есть упоминание о великих славных предках но если все бы славными и великими то куда же подевались а бандиты и пираты а зачастую гораздо выгоднее было красть не золотые саверены а имя надел парик и костюм прадедушку прадедушки и вот уже 150 лет потомки вора кичатся древностью своего рода и невдомек им что в их крови нет и капли голубой аристократической крови исследование днк британцев подтвердили что их острова населяют представители огромного количества племен и народов со всей европы поэтому о древности и чистоте родов говорить не приходится подавляющее большинство аристократических семей не имеет корней старше 19 века вот так все просто но древность рода ведь дает столько преимуществ пэр не станет же считать фунты от зарплаты до зарплаты не пэрское это дело по тем же причинам и европой искусственно ставить свою историю каким образом ставить до 1000 отработанных способов один из них просто взять и сжечь все книги а вместо них написать новые второй способ взять и подставить книгах то что нужно в соответствии с техническим заданием третий способ ничего не сжигать и не переправлять а существующая выдать за желаемое все очень просто берете заявляете всем что буква и это не и а кому-то может показаться а цифра 1 на вопрос а что же тогда означает цифра джей ответ у вас уже готов смело врите что это тоже цифра раз народ все равно ученым верит он любит заблуждаться предпочитает верить а не знать в то время когда он озабочен собственным выживанием проще проще просто верить этим пользуются пастыри теперь становится понятным механизм и причины возникновения парадокса темного средневековья объяснить внятно как могло такое случиться что после того как человек создавал совершенный живопись скульптуру архитектуру медицины и даже механику и паровые машины а потом на целую тысячу лет впал первобытное состояние и все забыл не может и все забыл не может никто и предположение о том что всему виной эпидемии войны кажутся неубедительными все становится на свои места если предположить что это тысячелетие было просто приписано его не существовало в истории эта гипотеза была подтверждена математическими расчетами и астрономическими данными академии об академиком николаем морозовым американским астрономом робота ньютоном и советским академиком анатолием фоменко ну а как же быть с документами которые не имеют следов подделки и не вызывают сомнений в подлинности очень просто изменить интерпретацию того что имеется и таких фактов сколько угодно даже можно выявить наиболее вероятный момент совершения подлога в исторической хронологии кого благодарить Жозеф Жюст Юстус Скаллигер кем он был при жизни судя по гербу в левом верхнем углу он член масонской ложи не сходится с датировкой жизни скаллигера и появление масонства верно не сходится особенно если учесть что двуглавый орел на вершине лестницы это эмблема якобинцев о которых ничего не было известно до самой французской революции далее стоит обратить внимание на перечень заслуг иосифа скаллигера перед мировой наукой европейской культурой складывается такое ощущение что это вообще вымышленный персонаж которому приписано буквально все что под руку попало как бы то ни было история самого скаллигера весьма туманно и загадочно а уж история возникновения трудов приписываемых ему и его гению вообще тайна покрытая мраком по всему выходит что имя скаллигеру западная цивилизация обязана своим величием это он шестнадцатом веке или все-таки в конце восемнадцатого впервые впервые ввел понятие исторической хронологии ранняя история существовала как сборник сказок без всяких дат точно как библия именно иосиф почему-то решил что иисус родился в нулевом или в первом году а этот год был именно тогда когда принято считать и поныне дионисий питавиус считается продолжателем трудов скаллигера и о нем известно совсем немного но достаточно знать одно он был иезуитом а орден иезуитов как известно считается спецназом католической церкви который известен своим активным вмешательством во внутренние дела других стран и церквей и фальсификации исторических летописи многих народов так историю древнего китая систематизировали и записали именно иезуиты которые к слову сказать попали ко двору императора китая с синайского полуострова откуда их изгнали за их плутовство и неуемный энтузиазм проведение идеи иисуса поэтому у нас имеются все основания подозревать этих ученых в намеренном и умышленном историческом подлоге при их жизни люди еще очень долго осознавали когда именно родился иисус и традиция календарного счета соблюдалась неукоснительно буквально в буквальном смысле уж простите за тавтологию люди конкретно писали от рождения иисуса 463 год смотрите посмотрите внимательно букву и в слово дни кстати русскоязычным читателям нужно ли переводить это слово и сравните ее с якобы цифра 1 по моему очевидно то что и это не цифра 1 это буква причем заглавная буква имени иисус и так получаем от рождения иисуса 463 лето пожалуйста содержание картинки комити комментариев не требует это не укладывается в рамки наших моральных норм а вот дата на гравюре весьма любопытно тут уже трудно утверждать о том что первый знак надписи эта цифра есть возможность сравнить с настоящей цифрой 1 которая написана между двумя пятерками первый знак несомненно несомненно латинская и это означает от иисуса пятьсот пятнадцатый год но сегодня дата трактуется как 1515 так 6 век превратили в 16 кроме того что костюмы русских вельмож не очень вписываются в современные представления о культуре и религиях до петровской руси также привлекает внимание написание даты издания книги пожалуйста неужели найдет самый смелый утверждать что первый знак в дате это цифра 1 тогда взглянем на совершенно обескураживающий фрагмент здесь мы видим сразу две и написанные идентично с якобы 1 что же это получается тогда там где надо верим в цифру а там где не надо в букву а вот иллюстрации из этой же книги цифра 1 в дате абсолютно идентична букве и в тексте только без точки сверху причем это не литерная печать это литография поэтому предположение об экономии и подставки вместо цифр литер с похожими буквами тут совершенно неуместно отсутствие точки над и говорит лишь о том что не все точки еще расставлены пожалуйста при большом увеличении фрагмента становится понятно что это даже не литографическая надпись она сделана от руки причем сама дата резко отличается от текста почерк чернила сохранность даты все говорит о том что она была написана намного позже чем издана книга тут не требуется даже заключение экспертов столь грубая перед нами подделка и ведь у каждого художника свой почерк каждый на свой лад пишем эту и вот полюбуйтесь к на это так тут два момента на на все в качестве жены лжи дмитрия 1 представляют некую маряну мнишек а вот адам алиари утверждает что был знаком с дамой память по имени мария мнишевна зонадем но мне интересное написание даты только неистовый фантазер может умудриться разглядеть слева от цифры 609 цифру 1 это все что угодно только не цифра если в соответствии с известным методом выявления этимологии опустить гласные буквы в слове нюрнберг то получится нюрнберг у меня это рождает ассоциацию с нор но ты на берегу ты знаешь я блять уже сколько выслушал